всем привет как меня слышно поставьте плюсики минусики и так далее и тому подобное алло алло проверка звука отлично приветствую вас на моем канале начнем тему из общей серии стримов мама я фрилансер пассивный доход 3d стоки это будет первая часть из этой серии и сегодня мы подробно рассмотрим как воспринимать 3d стоки в рамках работы с ними как их воспринимать как источник пассивного дохода как вообще с ними работать что моделить как продавать и так далее и тому подобное постараюсь за время стрима максимально раскрыть эту тему ну в контексте фриланс деятельности в контексте пассивного дохода нельзя ставить работу с 3d стоками как основной вид деятельности почему именно так причина кроется в самом понятии пассивный доход это когда при небольших или не систематических усилиях вы имеете которые не отвлекают вас от основной работы вы имеете какой-то профит от результатов этой вторичной деятельности впоследствии если же работа со стоками отнимает весь рабочий день то это уже не источник пассивного дохода а постоянная работа что есть принципе размен из серии шило на мыло то есть зарубались на одной работе переключились на другую работу то есть ну это право выбора каждого из вас то есть кто-то действительно с обычного архвиза переключается на работу со стоками имеет там успех кто-то как я считают что нет особого основания вот переходить из одной области в другой особенно если в первой области да как допустим у меня архвиз я имею стабильный и полноценный загруз поэтому я воспринимаю работа со стоками именно как источник дополнительного пассивного дохода с которыми я могу работать время от времени юрик сектор до запись будет но она будет не по божеской цене она будет дороже поэтому не рассчитывайте на запись 5 долларов сразу предупреждаю потому что для подготовки стрима для подготовки стрима я потратил очень много времени достаточно вдумчиво подошел к разработке этого вопроса так вот это моя позиция по поводу пассивного дохода и вообще определение пассивного дохода я считаю разумным тратить на вторичный доход то есть на пассивный доход не более 8 часов в неделю на это направление то есть когда у вас есть полноценная загрузка по основному виде виду деятельности нам ничего не мешает например там полтора часа в день после работы развивать это направление то есть свой пассивный источник дохода если же у вас появилось окно между заказами то даже в этом случае не стоит тратить все свободное время на стоке а заняться повышением своих навыков такими как просмотр годных уроков про моделирование либо творческой работы для себя которая раскроет весь ваш потенциал потенциал намного больше чем рабочие проекты поскольку текучка выполняется в определенных эстетических рамках заданных заказчиком тогда как творческий проект ограничен только вашим талантом и вашими текущими навыками которые можно рассмотреть опять же просматривая уроки и тренируясь на своем творческом проекте конечно это мое приватное мнение с которым можно не согласиться и кто-то скажет что при таком подходе стоки не будут приносить профита на старте и это верно но впоследствии когда ваша витрина будет стоковая витрина я имею ввиду будет заполнена правильным контентом для продажи вы будете получать что-то вроде дивидендов от когда-то давно купленных акций как с этими дивидендами быть дальше я расскажу на другом стриме в рамках опять же мама я фрилансер посвященных тайм-менеджменту и управлению финансами для фрилансеров 3d стоки это рынок который никуда не уйдет и вы всегда успеете сесть в этот поезд почему я так считаю причина номер раз моральное устаревание контента рано или поздно модель с потеряет свою актуальность это случается как правило со всем контентом для интерьерной визуализации фабрики закрываются дизайн устаревает потеряет свою актуальность то есть не каждый дизайнер в своей жизни способен сделать что-то нетленное да которая пройдет через года через поколения вот допустим сейчас на слайде фабрика джованнис форца мой знакомый моделлер владимир гопула поработал с этой фабрикой сделал им обширный каталог 3d модели многие из вас наверное его видели он болтается по сети в свободном доступе но буквально через год фабрика закрылась и все эти модели по факту ну ладно володя он заработал на этом деньги поскольку это был приватный заказ он не продавал эти модели на стоках но модели потеряли актуальность они уже по факту никому не нужны потому что реплики этих моделей никто не будет в реальности делать и так далее и тому подобное поэтому все модели в большей или меньшей степени да в зависимости от темы имеют такую вещь как моральное устаревание поэтому тратить такой ценный ресурс как время на создание табуреток ну так я называю модели для архвиза для продажи их на 3d стоках это самое бесперспективное занятие также не стоит тратить много сил на электронные гаджеты потому что в среднесрочной перспективе они принесут конечно профиль профит но об этом я скажу позже в позже в той части стрима где буду рассказывать о том что моделить на продажу причина номер два почему вы всегда успеете на этот пояс как 3d стоки техническое устаревание контента cg индустрия не стоит на месте развивается софт развивается методология подходов к шейдингу к моделированию и так далее и этот уровень который считался высшей точкой три года назад скажем стал обыдеть обыденностью уже сегодня вот пример фабрики бенби италия модель кресла сделано в 2008 году и та же самая модель кресла сделано в 2015 году совершенно две большие разницы и соответственно в любой момент времени вы также можете войти в рынок чтобы заняться продажей 3d моделей поэтому не бойтесь как бы опоздать не бойтесь не успеть это все скажем так не очень важные вещи ну вот допустим хотя бы посмотреть на диваны артема гоголова раньше требовалось огромное количество трудочасов на создание всех этих складочек шовчиков через полигоны сейчас артем используя marvelous дизайнер через как бы процедуру клоф симуляции генерирует клевые диваны которые намного реалистичней смотрится при меньших усилиях и временных затратах нежели бы это понадобилось скажем там несколько лет назад когда большинство крупных моделлеров все делала ручками или допустим развитие шейдинга да то есть сейчас у всех на слуху на и на языке пибер шейдинг да он по большому по большому счету существовал и раньше но сейчас более стал более актуальными за общего тренда глобализации когда необходимо конвертировать модель не только для разного софта но и для разных движков так вот когда шейдер настроен согласно основных пибер правил не имеет кучу процедурных обвесов сторонних плагинов обеспечить кроссплатформенность между движками так и софтом намного проще следующий как бы этап развития cg индустрии фотограмметрия она также не отменила по сути ручной обработки 3d моделей но позволила получать более детальные и реалистичные 3d модели окружающего мира можно еще назвать кучу причин найти кучу доводов почему вы в этот пояс не опоздаете все они очевидны cg индустрия это не тухлое болото всегда есть куда расти куда развиваться ну так давайте отвечать на вопрос какими все таки стоками работать куда пойти кому продаться где продавать и так далее здесь я провел небольшой анализ полистал англоязычные форумы для понимания чем дышит наш брат 3d шник и могу выделить достаточно небольшой список актуальных стоков данный хит парад я составил исходя не только из количества трафика но и его качество начнем с лидеров на первом и втором местах расположились стоки с игровым контентом для игровых движков непосредственно для анриэл энджин ежемесячное посещение данного стока 3 миллиона уникальных посетителей и более 9 миллионов общих ежемесячных визитов общий оборот то есть тотальный оборот за последние три месяца 29 миллионов посетителей это очень огромный трафик я сразу забегая вперед скажу я не далек от игродельной индустрии но вопрос касаемо регистрации так далее прошел без сучка и задоринки у меня получилось зарегистрироваться на этом портале и получить возможность публикации 3d контента на для игры то есть для игра игрового контента сделанного в анриэл энджин движке поэтому кто к этой индустрии близок либо хочет либо метается можете рассматривать данный вариант данный сток как лидер всего и вся на самом деле следующий сток asset store unity 3d то есть это понятно для второго вида движка для unity 3d также можно продавать контент здесь ежемесячный трафик 8 с половиной миллионов пользователей ну и уникальное количество пользователей 2 миллиона многих это сейчас обломала на самом деле и меня тоже когда я начал изучать этот вопрос до самый шикарный трафик именно у этих специфических ресурсов компьютерные игры одна из самых популярных тем в сети после порно которому как ни странно мы еще вернемся в этом обзоре я не готов сейчас рассуждать насколько прибыльно продавать модели на этих ресурсах и какие сложности ждут там поскольку это совершенно незнакомая мне сфера но трафик здесь впечатляющий ну и с учетом тренда в развитии моего любимого рендер-движка вирей который интегрировали в анриэл энджин есть смысл рыть землю в этом направлении я имею я имею ввиду изучать анриэл энджин поскольку архвиз индустрия уже активно используют анриэл энджин для своих презентаций у меня честно говоря руки еще не дошли но уже все мои знакомые хорошие с кем общаемся именно в контексте 3d графики все чаще и чаще говорят мне об возможностях анриэл энджин так но теперь вернемся классическим стоком как уже и очевидно третье место занял турбосквит тоже огромный трафик 16 миллионов за последние три месяца посетили сайт уникальных пользователей 2 миллиона 2,2 миллиона пользователей это огромный трафик если смотреть смотреть по странам на первом месте америка это понятно очевидно что это покупатели на втором месте россия пять с половиной процентов очевидно что это продавцы ну и далее идет англия бразилия турция бразилия турция можно не обращать внимание на самом деле трафик уже ниже 4 это плаивающий трафики время от времени он меняется но отслеживая эту тему в более длинном промежутке могу сказать что скажем так платежеспособное население в следующих странах понятно естественно это америка это англия это япония это германия и еще ряд европейских стран франция италия ну и там так по мелочи в любом случае надо отражать основной факт что мы до если хотим заниматься успешными продажами на 3d стоки должны ориентироваться на западный менталитет потребителя но об этом позже турбосквит старейший стоки бла 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 большинство прекрасно это знает без меня то есть достаточно посмотреть статистику посещения качественный трафик крупные студии из разных сфер cg индустрии здесь закупаются следующий по количеству и качеству трафика идет ресурс cg трейдер европейский стартап относительно молодой если я не ошибаюсь ему не больше пяти лет но уже с позитивной истории получил свое время хорошие инвестиции которые за достаточно короткий срок позволили нарастить критическую массу пользователей чтобы сток начал работать сток заметно подвинул и занял прочную позицию заметно подвинул турбосквит и занял прочную позицию на этом рынке далее мы снова выпадаем из классических представлений о стоках но хороший трафик имеют следующие специфические стоки как рендер рендера сити и вперед забегу рендер ротика это родственные стоки но с разными темно тематиками как видно из названия чтобы с этими стоками работать надо владеть пакетом даст студия хотя бы на базовом уровне чтобы уметь экспортировать модели сделаны в 3d max уметь настраивать шейдеры и сохранять для продажи имеет смысл попробовать развиваться в этом направлении в силу низкой конкуренции среди коллег как в ru в зоне так и высоком качестве платил платежеспособного трафика на этих ресурсах то есть если посмотреть трафик составляет опять подавляющее большинство американцы немцы британцы японцы россия здесь также представлена но я рассматриваю их больше как генераторы контента нежели чем потребители трафик здесь уже более скромный все равно относительно того же turbo squida это всего 500 тысяч уникальных пользователей 2000 и 2 миллиона с лишним ежемесячных визитов на рендер ротике намного поскромнее то есть 235 тысяч уникальных пользователей и ежемесячных визитов около миллиона если стран сравнить страны генерирующий трафик на рендер ротика со странами на порнхаб я также провел скажем так изучил этот вопрос станет очевидно что спрос есть у одних и тех же людей да то есть поскольку набор стран практически одинаков то есть смотрим сша англия германия япония франция смотрим рендер ротика сша германия англия япония то есть россию игнорируем понятно что это генераторы трафика вот такие вот интересные позиции далее завершает обзор тройка аутсайдеров 3d ocean представитель синдиката инва то общий трафик здесь большой то есть у самого синдиката трафик порядка семи миллионов уникальных пользователей месяца в месяц но локальный трафик самого 3d стока достаточно маленький то есть около 300 тысяч уникальных пользователей в месяц следующий сайт следующий сток именно по качеству и количеству трафика 3d экспорт данный сток основал наш соотечественник достаточно давно но в силу слабого маркетинга популярность популярность у него посредственная я не готов рассуждать об уровне продаж на этом стоке я с ним никогда вернее я с ним начинал работать когда только залез 3d но потом прекратил сотрудничество поэтому ничего сейчас на текущий момент никакого отзыва подготовить не могу но если смотреть на трафик то видим что российский трафик даже опережает американский трафик далее идет индия украина бразилия с чем это во первых связано да с тем что у этого стока русифицированное меню и в силу того что многие пользователи слабы в английском это накладывает именно на количество трафика то есть людям кто слаб в английском комфортно работать с этим стоком но это опять же это профита никакого не приносит поэтому если хотите хорошо работать со стоками вам нужно по крайней мере на каком-то посредственно бытовом уровне стараться вникать в премудрости английского языка опять же генерация ключевых слов слов на стоке очень важный процесс без качественно подобранных ключевиков шансы что ваш контент будет увиден и ничтожно малы но они уменьшаются с каждым не добавленным словом поэтому обращайте на это внимание следующий в нашем обзоре сток cg studio точка ком куплен был в свое время турбосквидом полгода назад если я не ошибаюсь ну где-то около того он еще был объединен с каким-то стоком также купленным турбосквидом трафик небольшой но платежеспособный среди своих знакомых я общался кто-то там имеет определенную витрину что-то продает но тратил трафик совершенно как бы смешной по сравнению опять же со сквидом то есть всего 100000 уникальных пользователей это достаточно мало для международной площадки но за вот этой тройкой да назовем аутсайдеров имеет смысл следить оценивать этот трафик просматривать какой прирост ежемесячный уникает уникальных визитеров но заливать туда контент следует на мой взгляд в последнюю очередь при наличии свободного времени но все усилия я рекомендую направить только на два ресурса если говорить о классических до ресурсах это сиджи трейдер и турбосквид а если же у вас есть определенные скиллы и вы владеете unreal engine либо unity 3d либо в принципе хотите в эту игровую область занырнуть то смело начинайте ковыряться в этом направлении потому что трафик там реально сумасшедший ну это и это объяснимо по одной простой причине что игрушки популярна тема в целом вот я не включил в рейтинг а ну и и по поводу еще рендер сити и рендер ротика то есть здесь принимаете сами решения то есть ничего нет ничего зазорного чтобы с модели дилда и залить там на тот же рендер эротика трафик там хороший трафик международный и как говорится деньги не пахнут поэтому имеет смысл работать ничего в этих как бы стоках нет то есть хоть они имеют если вы туда зайдете хоть и они имеют достаточно старый и убогий дизайн это не мешает им генерировать достаточно жирный трафик поэтому я бы не списывал со счетов эти два стока и в силу как бы их специфики там конкурентная среда достаточно разреженная и там можно хорошо раскрутиться если у вас к этому есть определенная тяга я не включил в рейтинг сайт 3dd и его клоун 3d sky хотя трафик в данном обзоре позволяет его подвинуть на уровень близкий к сиджи трейдер также я приехал проигнорила проигнорировал ряд других ресурсов поскольку они не отвечают условиям моей стратегии либо трафик у них не очень убедительный теперь немного авто подавайте просто обсудим 3dd его клон 3d sky поскольку у меня неоднократно спрашивали вообще как дружить с 3dd надо с ним дружить и так далее с точки зрения трафика можно сказать что это российский турбосквит 3 миллиона визитов в месяц но правда всего 500 тысяч уникальных но опять же насчет трафика не стоит обольщаться если проанализировать среднюю цифру до пребывания на стоках то есть смотрим что у нас на ddd 8 с половиной почти 9 минут и здесь тоже 9 минут а если отмотать назад смотрим другие стоки 1 минута 2 с половиной минуты одна минута порнхаб 9 минут есть чем сравнить да то есть с 3d sky рендер ротика 4 минуты рендера сити 5 минут cg трейдер 5 минут турбосквит 3 почти 4 минуты то есть не надо обольщаться насчет трафика на ddd поскольку это бла-бла-бла трафик среднее время пребывания на стоке 3-4 минуты это нормально это времени достаточно чтобы пришел нашел купил ушел это нормальное время для стока время пребывания 3-4 минуты среднее же время пребывания на 3dd 8 9 минут такой же почти как на порнхаб делаем выводы ну и платежеспособность трафика низкая в силу специфической тематики стока и менталитета стран которые формируют данный трафик причем как вружу как в ру зоне так и международных зонах давайте сейчас отмотаю обратно то есть смотрим ру язычную зону топ 5 стран россия украина беларусь казахстан чина братья славяне китайцы далее 3d sky турция вьетнам индия польша египт то есть понимаем что в топе стран это достаточно скажем так не хочу обижать представители это стран но с точки зрения платежно способности это низкосортные страны они не дадут никакого профита это очевидно с точки зрения моей стратегии пассивного дохода 3dd это трата времени он был интересен чисто в ремесленных целях халявное скачивание моделей когда статус про был доступнее для простых смертных сейчас 3dd монетизирует накопленный потенциал постепенно выключая халявщиков отправляя большинство моделей в статус лт превращая в полном превращаясь полноценный узкоспециализированный сток как по контенту так и по пользователям работать 3dd или нет ну здесь решать вам если нужен про статус то да есть смысл хотя мне проще купить модель она там стоит 110 рублей чем думать в какой еще позе дать себя поиметь модератору принимающую твою модель поскольку требования контенту весьма размыты и определение про или лт весьма условный зависит чисто от субъективной оценки самого модератора в долгосрочной перспективе при текущем развитии 3dd он не интересен как сток для пассивного заработка модели для интерьерной визуализации теряют актуальность очень быстро на данном стойке можно получить небольшую доходность здесь и сейчас чтобы это продолжалось долговременным эффектом надо пардонте надрачивать модельки с усердием подростка пуберантного возраста поэтому работать или не работать и ту интенсивность которая может принести доход выбирайте вы сами что еще осталось осталось не затронутый вопрос 3d клад ход пояс и 3d дистрибутор начну с 3d клада 3d клад до 3d клад это клон 3d 5 летней давности в концепцию как сток он не вписывается вообще следующий сток ну и трафик смотрим да то есть трафик но он такой более менее серьезный в силу того что там достаточно много халявных моделей и там реализована такая же схема там про не про то есть там дается про за 5 или за сколько-то там причем это про чуть ли не пожизненно то есть уже настолько идет обесценка на самом деле архвиза и всех вот этих наработок сделанных нашими моделлерами что диву даешься такой низкой оценки то есть но трафик здесь более менее такой привлекательный но но это не сток то есть это просто прикладной сайт для архвизеров доступа халявному контенту следующий сайт но он скажем такой местечковый маленький сайт со скромным трафиком но он больше похож на сток хотя сам дизайн сайт достаточно устаревший как по мне то есть контент здесь представлен только контента для архвиза с весьма пролетарскими ценами там 12 евро по моему если не ошибаюсь свое время там что-то даже покупал было там парочку моделек но скудный трафик не даст вам никакого профита если вы захотите здесь озолотиться ход пайс это мой проект задумывался как сток и как альтернатива 3dd альтернатива заключается в том что пользователь загружает свой контент и получает стартовое вознаграждение от администрации эквивалентная назначенной стоимости вознаграждение можно тратить только внутри системы то есть на покупку контента других пользователей а дальше как пойдет если твой контент актуален и востребовать он востребован то его покупают другие пользователи и ты получаешь вознаграждение уже от них а это 80 процентов от стоимости вашей модели данное возрождение полученное вознаграждение дает возможность вновь совершать следующие покупки такая схема отношений между пользователями справедливее на мой взгляд поскольку ценность модели не зависит от мнения модератора и не привязана каким-то статусом все определяю все определяется спросом среди самих пользователей функция модерации на моем стоке сводится только к предпродажной предпродажной подготовки чтобы конечные пользователи не имели проблем с контентом то есть все модели проходят предпродажную подготовку и можно сказать имеют статус ready-to-use то есть никаких проблем с текстурами недостающими там с ним уникальными именами вы не встретите скачав или купив модель на моем стоке вознаграждение или бонусы получаемые при загрузке модели это внутренняя валюта которая не конвертируется в реальные деньги все-таки ход пасть это сток поскольку реализована возможность для совершения коммерческих покупок и данные средства можно выводить со стока через paypal либо в мани сток пока развивается сам по себе никаких дополнительных инвестиций для продвижения я не делаю на мой взгляд на нем реализована самая лучшая система поиска контента некоторые из этих опций начали успешно успешно пиздить на 3dd хотя хотят ввести или уже ввели я не отслеживаю сильно систему форм-фактора давайте быстренько просто ради интереса кто не знаком покажу как работает мой сток то есть никакой классической системы поиска вбиваешь какое-то слово и что-то ищешь у меня не представлена то есть у меня можно каталог отсортировать по количеству загрузок то есть выяснить самую популярную модель по количеству загрузок по прайсу отсортировать то есть в большую или меньшую сторону и соответственно классическое распределение это дата загрузки то есть чем новее модель тем выше в трафике каталог с бесконечной прокруткой постепенно подгружаются новые новые листы с контентом далее есть бегунок который можно отсортировать и задать определенный диапазон стоимости модели выбрать именно по цене далее идет поиск по тайтлу то есть по названию если в каталоге нет стула то стул вы и не найдете то есть здесь такой smart поиск который уже проиндексирован и набирая там table то есть мы выходим все находим все слова название которых есть слово table bedside table dinning table coffee table tv стенд не знаю кстати почему попал писи ты был то есть все и мы сразу же выбираем нужное нам положение по названию далее идет сортировка причем мы можем сортировать это все по стране и соответственно по тайтлу да то есть допустим чир нам нужны все стулья французского производства да то есть две эти категории выделяют только нужный нам контент естественно производитель то есть все производители которые есть каталоге они сразу же обозначены то есть вам только нужно забить первую букву чтобы выделить всех производителей производители на букву и далее идут там производители на букву б бакстер там bosch бен битали и так далее далее дизайнеры также сортировка по дизайнерам то есть мы можем выборку сделать всех дизайнеров которые именно представление здесь то есть список только те дизайнеры которые есть нет в академ это не самописный скрипт это полноценная разработка я отдавал разработку студию то есть я здесь ничего не выдумывал мы прорадумывали про прорабатывали логику очень долго и так далее поэтому здесь ничего такого самописного нет здесь все как бы скажу так профессиональное решение далее стиль классический современный transitional это переходный этника винтаж скандинавия лофт и out of style то есть вне стилевое какое-то решение то есть представлены множество стилей по запросу от пользователей можно добавлять новые стили но это надо будет связываться со мной environment окружение то есть допустим нам нужны модели только для детских комнат соответственно выбираем private и находим где у нас где у нас kids room то есть у нас здесь попал только велосипед почему-то пользователь решил что велосипед у нас принадлежит в детскую комнату либо bedroom все модели которые будут актуальны именно в спальне то есть это настольные светильники это night bedside table то есть прикроватные столики непосредственно кровати и так далее и тому подобное то есть эта сортировка именно по окружению далее отделка тоже представлены все возможные виды отделки то есть зеркало зеркало кожа пельвет то есть и так далее все это можно сочетать то есть выделять отдельно либо вместе то есть кирпич не кирпич и так далее все это прописывается в момент загрузки в момент модерации стандартная сортировка по рендер движку то есть корона веры дефолтная то есть по запросу можно добавить еще какие-то другие рендер движки но интересное решение это выбор по цвету когда нам нужно допустим какие-то модели где представлен зеленый цвет голубой там допустим коричневый все это можно добавлять в либо взаимоисключать то есть так работает фильтр по цвету ну и вот то что сперли или хотят спереть или уже реализовали форм-фактор то есть это по двум плоскостям x y плоскость и y z плоскость то есть какую форму оставляет после себя модель да то есть объект в плоскости x y то здесь может быть линия прямоугольник рандомная форма л-шейп то есть угловая угловой диван да вот допустим вот угловая кухня угловой диван там допустим овальное кресло которое имеет силуэт в оси x y и x y овал ну и по той же логике выстраивается форм-фактор по оси y z и дополнительные дополнительная опция фильтр вернесс то есть это размещение непосредственно в пространстве комнаты он цель link на потолке он вол на стене хэнгинг подвесной потом он фло то есть на полу напольный рецесс от это встроенная техника в двери там окна и так далее он топ то есть это декор это вазочки настольные светильники то есть все что можно поставить на стол на тумбу и пост или на полочку вот примерно так считаю самая лучшая система фильтрации контента ничего более чтобы подобрать нужную вещь и мне кажется не надо дополнительно есть разбивка на категории то есть indoor модель модели для интерьера аудо модели для экстерьера скрипты и плагины шейдеры текстуры выбрав indoor models мы выходим еще также в дополнительно в подкатегорию то есть арт вог кабинет and storage ну там куча всяких категорий то есть также можно контент фильтровать по категориям и локально в каждой категории есть еще подкатегории то есть достаточно все серьезно вот отвлеклись немножко давайте теперь вернемся обратно порекламировал свой сток что моделить для продажи всегда есть все кто начинает сотрудничество со стоками задаваться этим вопросом сейчас все будут расстроены но конкретного я вам ничего не скажу такая фигня как моделям все зеленый самосвал это сейчас тема будет стопроцентный профит и так далее не прокатит было бы наивно полагать что я такой альтруист знаю что моделит и сейчас я вам все по пункту расскажу чтобы вы все тут озолотились нет такого не будет вам нужно будет подумать самостоятельно а вот в каком направлении думать я расскажу начну с того что на волне первого кризиса когда лопнул пузырь ипотечного кредитования в сша в 2008 году и вслед за собой потянул весь фондовый рынок причем не локально а во всем мире я прошел обучение по теме трейдинга то есть торговли акциями мне просто стало интересно как это все работает но этими знаниями напрямую я так и не воспользовался то есть не стал активным трейдером поскольку нужно иметь ряд дополнительных возможностей для этого которые мишка но эти возможности по факту стали мешать моей основной специализации то есть я не смог бы сочетать архвиз и посиделки перед экраном компьютера и отслеживание котировок но бесследно данная учеба также не прошла получены знания ли знания позволили рассмотреть рынок 3d модели более абстрактной и проанализировать его более объективно и сейчас ребят не усните да поскольку я немного отвлекусь от базовой темы стрима но данные понятия необходимо раскрыть чтобы вы уловили мысль которую я хочу до вас донести на фондовом рынке используются различные стратегии скальпинг краткосрочная среднесрочная и долгосрочная применительно к 3d рынку и стилю работы с этим рынком эти стратегии также применимы что такое скальпинг это высокоскоростная торговля человеческие возможности реакции не позволяют торговать на таких скоростях и принимать адекватные решения обычно это делают так называемые торговые роботы программы с набором алгоритмов покупка и продажа совершается за доли секунд профит получают в разницы в цене в несколько пунктов этим выгодно заниматься только крупным инвестфондом имеющих штат хороших программистов для написания специфического софта и огромный капитал потому что разница если мы там на рубль купим акцию и она подскочит на одну копейку это будет невыгодно да то есть за долю секунды но если мы купим на миллиард рублей акций и она подскочит на одну копейку с этого мы уже можем поиметь профит в этом заключается работа скальпинга ну так это вот условно краткосрочная торговля акциями предполагает торговлю внутри дня то есть весь день ты сидишь прикованный к монитору и по различным индикатором сигналом паттерном пытаешься определить куда пойдет рынок и поймать это движение чтобы заработать либо на понижение когда рынок медвежий либо на повышение когда рынок бычий данный стиль торговли предполагает полную занятость внутри дня для входа на рынок не обязательно иметь большие средства данный стиль торговли позволяет зарабатывать или проиграть имея скромный капитал и позволяет опять прошу пардона но по-другому не скажешь надрочить прибыль совершая сделки в течение дня с небольшим капиталом среднесрочная торговля это когда ты совершаешь покупку акции исходя из определенных условий и держишь определенный срок обычно это от одного до нескольких месяцев данный вид торговли выгоден при больших капиталов при больших капиталовложениях и при удачном расчете приносит хороший доход ну и долгосрочная торговля предполагает под собой вдумчивый анализ компаний акции которые хочешь приобрести на перспективу и на перспективу удержать эти акции несколько лет целью получения как дивидендов такие ожидания роста самой стоимости акции вложения как правило делают очень крупные и надолго порядка там 3-4 лет доходность у этих стратегий разная риски разные внутренний комфорт когда ты там запулил миллион долларов на какую-нибудь там акцию или группа акций тоже разные как я все это увязал с работы на 3d стоках если рассматривать моделлера как инвестора то у него есть только один капитал который он может вложить это время и навыки и исходя из своего желания он может эти навыки инвестировать по разному но теперь по этим стратегиям применительно в 3d скальпинг да то есть высокоскоростная стратегия то есть скальпинг в одного в силу объективных причин это не актуальная стратегия если только не набрать штат китайцев которые будут моделить круглосуточно выдавая там по 3 по 4 по 5 моделей в день ну сами понимаете какая какое качество может быть у этих моделей поэтому это не актуальная стратегия и мы ее рассматривать вообще не будем краткосрок нашем случае это создание модели за день или полдня ну что можно за это время сделать да собственно говоря ничего кроме табуретки то есть посредственной модели для архвиза но сами понимаете на табуретках такого качества также далеко не уехать данные стратегии будут вас вынуждать подбрасывать дрова в дрова в топку регулярно то есть интенсивность вашего дохода будет зависеть от интенсивности ваших телодвижений а это уже не пассивный доход это уже геморрой контексте 3d стоков с точки зрения комфорта и профита выгоднее сделать крупное вложение то есть потратить время на создание качественной модели этим условием отвечают только две стратегии среднесрочная и долгосрочная которые предполагают создание качественных моделей с высокой стоимостью для среднесрочной стратегии к примеру подойдут модели гаджетов популярность которых на текущий момент на высоте в принципе все новинки которые можно достаточно быстро замоделит замоделить они и они представляют какой-то эстетический интерес годятся для этой стратегии здесь нужно быть в тренде и отслеживать рынок новинок я отнес данный тип моделей к среднесроку поскольку через год полтора они потеряют свою актуальность но при этом их можно сделать достаточно быстро и продать достаточно дорого особенно в первые месяцы когда данный данная модель в реальной жизни находится на пике ажиотажа так я в свое время срубил бабла на выходе какой-то из версии айфона еще до выхода официальной презентации при живом стиве джобсе в сеть вылились референции нового айфона и я где-то за два за три дня смоделировал это все и попал буквально плюс минус там с разницей в несколько часов попал в презентацию айфона и залил это все на турбосквит и еще там ряд тогда еще живых стоков естественно профит был большой то есть потратив там сколько не помню ну где-то около 16 16 часов рабочего времени я заработал порядка тысяч долларов на продаже этого телефона то что я вот там то ли за 150 то ли за 100 долларов продавал именно эту модель но ажиотаж был вот буквально там среднесрочный то есть уже через полгода просмотры упали актуальность упала и никому этот телефон нужен не был соответственно как бы надо отражать именно этот момент как бы ажиотажа то есть можно словить попасть в трую словить деньги но рассчитывать на долгоиграющие нет нельзя ссылку на аккаунт турбосквита на долгоиграющий эффект от таких как бы телодвижения рассчитывать не стоит и вот мы подобрались к самой правильной перспективной на мой взгляд стратегии это к долгосрочная стратегия которая предполагает под собой вдумчивый анализ темы то есть того что мы будем продавать ну и собственно наличие терпения подходящих умений если с умениями и терпениями все понятно открытым остается только один вопрос осталось определиться чем мы будем торговать и мы подходим к такому вопросу как анализ рынка для анализа фондового рынка до на курсах которого я учился то есть для получения информации о том что продавать или покупать используется два подхода есть еще третий но он как бы незаконный о нем я скажу позже первый подход это графический или технический анализ когда на основе поведения цены на акцию по определенным формулам пытаются предсказать ее дальнейшее поведение строя дополнительные графики поверх цены и выискивают сигналы для приятия решения о покупке либо продаже акции у нас нет возможности собрать информацию для анализа поскольку это закрытая информация даже если бы она была и открытой эти данные невозможно было бы скомпилировать и засунуть в программу для тех анализа поэтому тех анализ просто отпадает второй подход это фундаментальный анализ когда поведение цены поведение на спрос на эту акцию и и вообще как бы на выбор что покупать вообще в нашем случае что модели да пытаются обосновать основываясь на различных макро микроэкономических показателях на сезонность и так далее и тому подобное ну и третий подход это инсайдерская информация то есть это незаконные действия то есть когда идет слив конфиденциальной информации о той или иной компании ее финансовом положении и прочих моментах которые однозначно повлияют на стоимость акций как правило когда эту информацию уже официально публикуют в общий доступ все люди нужные в курсе и подготовлены к таким поворотами акции этой компании либо начинают падать либо взлетать на этом нагреваются получив заранее информацию то есть покупают подешевле продают подороже наверняка 50 процентов зрителей сегодня ожидали получить от меня именно эту инсайдерскую информацию о том что конкретно модели для стопроцентной продажи на стоках но извините итак очевидно что мы можем прибегнуть только к фундаментальному анализу чувак ты о чем резюмирую для успешной торговли на стоках следует ориентироваться на среднесрочные и долгосрочные стратегии которые предполагают создание качественных моделей определенной тематики выбрать мы можем только те темы которые поддаются фундаментальному анализу и на старте да то есть на начале продаж когда вы только в эту тему залазите этого будет достаточно конечно там появится чуйка появится как бы чувство рынка и уже можно что-то делать основываясь на своих каких-то догадках предположениях и так что моделить при среднесрочной и долгосрочной стратегиях ну ясен пень что-то что не табуретку или какой-то настольный светильник пусть даже охренительно сделаны с проработкой винтиков никому нахрен эти винтики не сдались кроме конченных затротов которые фапают на смоделированную спиральку в лампе накаливания нам нужно делать нетленку именно эту тему вечного можно хоть как-то проанализировать и сделать какие-то выводы нетленка это темы которые будут актуальны сегодня завтра и через пять лет соответственно уровень моделинга тоже должен быть нетленным то есть подход и так сойдет вообще не прокатит то есть любом случае вы дотошно должны проработать базовые моменты в модели чтобы ваша модель сделанная сегодня выглядела достойно спустя пять лет начале стрима когда я показывал аналитические данные по трафику вы все видели пятерку основных посетителей ресурса именно они основные покупатели ну кроме ru зоны это продавцы и так поскольку мы ориентируемся на платежеспособную часть мирового сообщества это американцы европейцы англичане японцы вот ряд нетленных тем которые актуальны всегда именно для этой части населения планеты праздники праздники могут быть какие угодно там день благодарения в сша хэллоуин почти везде рождество почти везде новый год кстати говоря вторичен в основной как бы европейской и международной части сообщества новый год отмечают более серьезно русские поэтому не заморачивайтесь насчет нового нового года хотя он похож по сути на их рождество за там плюс-минус детали день святого валентина популярен почти везде есть ряд локальных национальных праздников выясняйте самостоятельно если хотите продолбить какую-то конкретную страну там франция там день взятия бастилии да то есть там япония там я не знаю что у них там отмечается заливать контент на сток следует за два-три месяца до события а лучше за полгода это нормальная практика в медиа индустрии к примеру новогодние вечеринки для тв начинают готовиться летом соответственно и медиа контент собирается в то же время то есть не прокатит что вы там перед 31 декабря декабря там залили елочку с шариками в надежде офигительных продаж не будет у вас этих продаж потому что все елочки шариками купили еще в сентябре имейте это в виду следующая возможная тема объекты с четкой привязкой к историческому стилю или эпохи не просто типа классический стул или классическая люстра это не прокатит чтобы попасть в трую нужно хорошо разбираться в архитектурных стилях ушедших времен или хотя бы чувствовать разницу между ними для хорошего выхлопа нужно брать тему прорабатывать с разных сторон ну к примеру там дизайн двадцатых можно проработать со стороны домашней утвари для кухни бытовой техники того времени автомобиле строения инструментарий то есть раскрыть тему со всех возможных сторон которые вы можете осилить при своих навыках референции лучше брать среди антиквариата не современного новодела под старину но такой подход может вылиться в долгострой и стать нерентабельным поэтому рекомендую делать пробники две-три не сильно сложные позиции для оценки спроса данный вид контента актуален всегда и спрос будет стабильным поскольку может быть использован использован четких тематических ситуациях например для создания окружения в фильме сейчас многие фильмы и сериалы ну понятно что я вначале говорил что турбосквит посвящают крупные студии так вот сейчас многие фильмы и сериалы снимают на гринскрине исторически достоверные декорации для этого дешевле слепить из 3d контента чем собирать их там поблошиным рынком или антикварным магазином так что думайте ну и конечно hard surface к этой категории относятся машинки техника станки sci-fi контент робототехника и тому подобное но эта категория достаточно востребована востребованная и забитая контентом поэтому подбирая тему из hard surface а мониторте рынок его заполнилось по данной конкретной теме то есть забивайте в поисковик на локально на сайте там турбосквит либо сиджи трейдера и проверяйте сколько чего есть в этой теме то что вы хотели бы замоделить по этой теме поэтому очень важно о чем я уже говорил хорошо ориентироваться в английском языке в базовых понятиях и не путать слова теплое с мягким вот можно бесконечно на самом деле долго перечислять темы ну не хватит и пяти часов стрима стрима поэтому и делать этого не буду можно сказать я уже вам дал удочку идите ловите рыбу в тех местах где вам нравится сейчас вам просто нужно включить голову и подумать о тех нетленных темах которые интересно будет делать именно вам и которые будут актуальны через год через два и через три поскольку что касается говорить за интерес не работайте над темой чистое задение которые в перспективе могут быть а могут и не быть вы просто можете сломаться или выгореть делать делать делая то что вам что не прет и вам не доставляет нужно ловить кайф от работы а не от денег которые она вам может она вам может принести поскольку работа сделанная от души для души имеет звенящую энергетику привлекающие покупателя ну вот например 3d модели бертрана беной ты или бенуа как там правильно читается относительно простые но видно что они сделаны с кайфом и поэтому их хочется уметь иметь у себя на жестком диске на успех продаж также будет влиять фактор у тп я его назвал уникальное торговое предложение это когда на рынке с этой 3d моделью либо с этой темой вы первый или среди первых порядок цен на такой контент лучше держать либо высоким либо на том же уровне что и коллеги тогда все будут в профиде пока какой-нибудь обезьян не опустит цену сами не ломайте рынок демпингом хотите вклиниться в какую-то тему сделайте хороший конкурентный контент но не выезжайте на низкой цене при таком подходе долгосрочная стратегия просто не оправдает ваших вложений не демпингуйте если на это нет никакой объективной причины и теперь мы подошли к вопросу как готовить 3d модель продажи вне зависимости от стока есть объективные критерии качества которые важны для конечного пользователя то есть покупателя а качественном моделинге написано много руководства но на том же турбосквиде можно найти много информации если нужно отпишите сейчас в чате я могу провести отдельный стрим и раскрыть полноценно тему что такое качественная модель именно глазами покупателя поскольку по своей практике я много покупаю моделей это модели не только на ddd то есть я покупал и на турбосквиде покупал и на design connected и на других сайтах и я знаю как бы что мне надо да как конечный потребитель поэтому могу сказать раскрыть эту тему именно глазами покупателя сейчас тут не буду делать долгие словоизлияния по этому поводу а скажу некоторые базовые вещи которые часто игнорируются многими моделлерами правильная топология модели трех или четырехугольная сетка почему это важно если в самом 3d max и можно и не словить проблем с сенгон топологией ну то есть многоугольной топологией то при конвертировании в кроссплатформенные форматы такие как of bx и fbx или ops недостающие ребра могут просто некорректно достроиться поэтому всегда следите за топологии объекта не оставляйте нгон поверхности завершите топологию пусть даже прямой поверхности или либо слегка изогнутой завершите топологию до трех либо четырехугольной сетки следующая позиция после топологии это оптимизированная геометрия нет определенного или оптимального значения для плотности геометрии там допустим на официальном блоге турбосквита у кого-то спрашивали я уж не помню интервью кто-то давал просили указать точное число полигонов ну все индивидуально но надо в общем-то исходить из принципов разумной достаточности вот к примеру модель цветка ну это на самом деле пример унылого говна на самом деле это же пипец у меня интерьеры порой весят столько же сколько одна эта модель пять с половиной миллионов полигонов это кому это на хрен вообще надо вообще работая с хард-сурфейсом надо изначально выстраивать модель под мэш смув сглаживания чтобы конечный пользователь уже мог сам сделать нужное количество итераций под свои задачи а сама же исходная модель должна быть решена решена в крик в крепком медиум поле режиме когда уже развертка как правило не плывет от мэш смув сглаживания но такие вещи делать однозначно не надо никому эта модель когда они увидят количество полигонов просто не понадобит не понадобится да под сглаживание четырехугольное это я согласен развертка обязательно должна быть развертка это без вариантов даже если у вас белый кубик он должен быть развернут все часто все части модели должны быть развернуты и приведены в единый масштаб между собой далее возможно несколько решений классическая схема это когда все части пакуются в одном текстурном поле без оверлапов то есть без перекрытий между собой может быть схема с оверлапами когда развертка разбивается по материалами также пакуется слой за слой слой за слоем в зависимости от материала возможно решение когда развертка приведена к конкретному масштабу текстуры я использую в своей практике масштаб метр на метр когда делаю развертку или настраиваю шейдинг шейдинг если вы не готовы геморроид с грамотным шейдингом продавайте модель без него если модель актуальная купят без шейдеров поскольку шейдинг это вопрос вкуса и конкретных задач под которые покупалась модель для меня как человека часто покупающего либо заказывающий 3d контент шейдинг не важен вообще поскольку в 90 процентов случаев он либо не подходит для текущих задач либо сделан из рук вон плохо если же выставлять в модель в продажу шейдерами то следует позаботиться о следующих моментов так вопрос насколько мышь смув поддерживается промежуточными форматами типа общ и fbx общ и не поддерживает никакую дополнительную надставку бы их поддерживает поддерживает turbo смуф и мэш смуф по моему либо только turbo смуф но я считаю сохранять данный модификатор не актуально если модель готова под мэш смуф сглаживание то достаточно в описании это обозначить и сделать рендер сетки с сглаженной сеткой и без сглаженной сетки и не заморачиваться переносом мэш смуф через кроссплатформенные форматы вот мое мнение так если же выставлять в продажу модель с шейдерами то следует позаботиться о следующих моментов моментах кастомные текстуры избегайте использования текстур с коммерческих сборников типа сигар шейдерс там аравей громких разбирательств и так далее об авторстве текстур используемых на 3d модели каких-либо печальных последствий мне на глаза не попадалось но уж если мы планируем продавать модель дороже чем за 100 долларов то можно этот вопрос как-то порешать поскольку мы разворачиваем модель то хорошим решением может стать запекание текстуры когда модель развернута по классической схеме нам не составляет труда запечь все текстуры для всех необходимых слотов далее следующее правило не использовать сторонние плагины для текстур поскольку для стоков хорошим тоном считается предлагать кроссплатформенные форматы такие как обиджи либо fbx чтобы была возможность открыть модель не только в исходном софте младшей версии но и вообще в другом софте и поэтому надо полагать что данного плагина на стороннем софте просто может быть может не быть и сам формат при экспорте не переварит этот плагина просто выплюнуть максимум что он может предложить это запечь его ну при сохранении при импорте при экспорте в общ там в меню предлагается запечь процедурные текстуры ну и соответственно там может быть и запечь какой-то сторонний плагин старую стороннюю текстуру можно будет вот не использовать процедурный следующая опция не использовать процедурные текстурные карты такие как но из фолов градиент та же самая причина что и в пункте выше они просто не поддерживаются другим софтом об этом надо помнить да опять же об зависимости от опции экспорта либо проигнорит либо запечет но это будет сделано из рук вон плохо не использовать блендовый шейнинг сложные композитные текстуры ну логика понятно все то же самое ваш крутой шейдер потеряет актуальность при конвертации из движка в движок и уж тем более из софта в софт то есть и как дальше как следствие не использовать текстурные обвесы и примочки свойственные лишь только вашему рендер-движку вы просто не сможете это конвертировать в другую рендер-систему большинстве случаев все сложно составные композитные текстуры можно запечь в одну без каких-либо проблем поэтому основной тезис по работе с шейдингом чем проще тем лучше базовый шейдер в идеале должен быть реализован по пбр принципам и выглядеть примерно так как на этих картинках то есть составная текстура для набор текстур для этой модели может собираться из нескольких позиций карта нормали карпа карта гласей карта спекуляров и диффузная карта если же на модели присутствует металл то добавляется карта шероховатости карта металла ну и там альбедо цвет опционально могут появляться дополнительные карты например ambient occlusion и ей подобным но это универсальное решение которое будет работать в подавляющем большинстве radar систем просто когда за свойства объекта то есть за бамп за металл там за глоссе отвечает одна растровая текстура при такой реализации шейдер сконвертируют одним кликом шейдер можно сконвертировать там через клип через скрипт либо в ручном режиме режиме в несколько тела движений либо в один клик то есть в любой движок в рей корона арнольд там ментал рэй да что угодно потому что здесь реализована самая простая схема есть нюанс многие любят любят еще терембонькать процент влияние текстуры в самих слотах шейдера сразу предупреждаю это не вариант настраивайте шейдинг при стопроцентном значении при стопроцентном значении во всех слотов если хотите получить универсальный вариант так вопрос и если какой-то начальный уровень моделинга так сказать чего стоит начать если уровень моделинга не самый высокий стоит начать с того чтобы этот уровень поднять и не пытаться лезть на стоки на самом деле потому что сейчас в силу развития навыков и в силу развития вообще cg индустрии с минимальными умениями делать совершенно нечего на стоке поэтому осваивать сперва на самом деле лучше определиться так будет проще определиться с темой как я уже говорил и уже под эту тему заточить свои навыки а потом развивать уже в каких-то других направлениях то есть получить какой-то локальный скил до который вы можете использовать у себя в практике который будет давать хороший результат по качеству а потом уже развивать дополнительные как бы делать дополнительный апгрейд вот со слайдами теперь закончена и я переключусь на следующий пункт это корректный скейл очевидный пункт с небольшими нюансами важно соблюдать масштабность модели и следить за базовыми габаритными размерами но рейс сейчас пойдет не об этом бывает что объект имеет отрицательный скейл бывает что объект имеет не стопроцентный скейл и в разных ситуациях это может заслужить вам плохую службу вот например при работе с процедурными картами но из ему подобные которые привязаны не к разверткам не к маппингу они привязаны непосредственно к объекту и к размерам объекта так вот процедурки будут давать некорректные результаты в зависимости от скейла модели вот допустим кресла они совершенно одинаковые по размерам но скейл у правого кресла имеет всего 25 процентов ну и у левого кресла дефолтные 100 процентов на них накинут материал стандартный материал виреевский с нойзом процедурным и смотрите как будет выглядеть совершенно два одинаковых кресла но с разным скейлом разница очевидна по этой причине нужно всегда следить за скейлом чтобы получить корректные результаты если вы работаете на каком-то этапе создания модели то есть до того момента как пока еще не запечена процедурная текстура вы должны проследить этот момент что скейл должен быть всегда стопроцентным также при работе с развертками будут разного рода неудобности например отрицательный скейл будет выворачивать развертку задом наперед вот у меня модель имеет отрицательный скейл минус 100 минус 100 по всем осям если мы сейчас накинем unwrap у меня эта модель уже развернута но она была развернута в стопроцентном скейле про real world site скажу отдельно так вот сейчас имея отрицательный масштаб по сути мы имеем правильную корректную развертку но если мы начнем использовать инструмент релакс у нас пойдет следующая неприятность модель начнет выворачиваться вернее развертка начнет выворачиваться почему потому что unwrap считывает отрицательный масштаб и понимает что нужно перевернуть развертку задом наперед чтобы этого не было обычно делается так в режиме UV с выделенным объектом мы делаем поворот на 180 градусов и вот теперь никакого шиворот на выворот не происходит real world size mapping крайне нежелательно его использовать потому что это локальное изобретение автодеска и другой софт не поддерживает real world size и соответственно настроив шейдер по real world size вы его просто не перенесете в другую систему поэтому про real world size можно забыть это раз по вот этой причине отсутствие поддержки на других платформах и про real world size можно забыть потому что он неадекватно сотрудничает взаимодействует с развертками а как я уже говорил важно любую модель для хороших продаж для качественных продаж и вообще как эталон качественного контента для продажи любая модель должна быть развернута то есть real world size сразу же отпадает в пейплайне архвиза вы можете real world size маппинг использовать и не стесняться этого но для работы со стоками вы должны забыть про эту опцию потому что эта опция только реализована в 3д максе другой софт эту опцию просто не прочувствует соответственно модель конвертирует конвертное дурацкое слово в общем модель открыта через кроссплатформенный формат обж в другом софте просто будет не замапленная и вы формально наврете покупателю что эта модель была замаплена а как раз развертки сохраняются в формате obj и fbx так далее при помимо проблем с разверткой и отрицательным скейлом сами шейдеры могут давать некорректный результат я столкнулся в V-Ray с некорректной работой sss шейдера и с некорректной работой процедурной карты V-Ray to bump по-моему да поэтому скейл должен быть 100% также при конвертировании в кроссплатформенный формат особенно отрицательный скейл доставят кучу геморроя конечному пользователю вот пример на кубике приведу самый простой кубик но имеет опять же отрицательный скейл экспортируем его в обж здесь по дефолту нажимаем экспорт все далее забегая опять же вперед экспортированную модель следует проверять не в том же самом софте из которого вы ее экспортнули а желательно либо вообще в стороннем софте то есть должен стоять какой-то проверочный софт допустим ранняя версия 3ds Max либо там допустим вот просмотрщик вот наша модель как выглядит наша модель кубика в просмотрщике ну очевидно что с ней какие-то проблемы открываем эту модель в 3ds Max 2013 версии и мы видим совершенно некорректно представленную геометрию и причем ничего вам через дефолтные средства автосмуфы то есть ничего такого не поможет исправить ситуацию конвертирование в поле также не даст никакого результата единственный вариант решить проблему с корректным отображением геометрии это приотачить эту нашу геометрию какому-то дефолтному объекту и после этого о даже здесь проболтался сейчас приотачить к мешу надо да вот этот момент упустил то есть создается какой-то дефолтный объект конвертируется в мэш и оттачится и не работает вроде работал а вот все вот теперь заработало да надо оттачить к мешу в общем суть в чем да суть мысли в чем состоит в том что со скейлом надо быть аккуратно и внимательно и неизвестно какой геморрой конечный покупатель огребет там в том же там в cinema 4d либо еще в каком-то софте когда загрузит вашу такую вот кривую модель еще один проблемный нюанс это работа с пайват поинтом здесь для примера нет модификатор smooth не отменяется на этой модели еще раз могу показать импортируем импортируем выделяем все полигоны и делаем clear all результат нулевой это проблема лечится только оттачем по крайней мере я такое решение для себя определил оттачем к новому мешу все других вариантов не дано далее проблема ну сейчас я не буду разбирать проблему эту кайфат я этот этап прошел поверьте мне на слово никаких альтернативных решений я не нашел кроме этого вы можете поискать попредлагать но уверен на 99 процентов что-то не будет работать теперь проблема с пайват поинтами важно чтобы пайват поинты то есть точки центра у отдельно взятых объектов были сведены сведены в одну точку да то есть приведены в одно место если этого не сделать то есть вы видите сейчас наглядно сколько у нас пайват поинтов у нашего кресла да и как они размещены в пространстве данная проблема не наблюдается у общ при общ экспорте но наблюдается проблема при fbx экспорте так стопы а ну вот все нормально то есть здесь мы выбираем опять же сохранение в fbx разумно делать в самую младшую версию если мы будем сохранять fbx версии 2016 2017 он будет только актуален для линейки продуктов в семнадцатого года он не откроется уже в более младших версиях то есть соответственно можно выбрать определенный этап там то есть для продуктов линейки 2013 12 и там прочих годов то есть допустим 2009 год так вот открываем эту модель и видим разлет пайватов эта проблема сейчас мы обсудим как бороться со скейлом отдельно вот что дает неправильное расположение наших пайватов лечится это следующим образом то есть мы приводим все объекты к пайвату одного из объектов да и 50% людей подумают что все проблема решена но не тут то было давайте опять же для практики экспортируем экспортируем и смотрим видим следующий головняк поплыли вершины чтобы не было помимо вот этого косяка что уплыли вершины так же разлет генератора геометрия может сохраниться то есть это все рандомно поэтому после всех манипуляций с геометрия то есть там повращали подвигали не суть важно мы должны запользовать утилиту reset x-form только после этого и конверта там в поле либо мышь нам гарантируется беспроблемная конвертация во все остальные форматы вообще откуда берется этот головняк с со скейлом и как его избежать ну не стопроцентный скейл это просто как бы работа в процессе да с геометрией без каких-то мер контрацепции есть хитро мудрые способы избежать этих проблем если скейлит объект на уровне под объектов то есть допустим сейчас давайте здесь у нас сведенная так нет но так вот здесь стопроцентный скейл да стопроцентный скейл если мы будем скейлить объект на уровне под объектов то есть выделяя там точки либо весь объект мы можем его отскейлить и огребем вот такое приключение данный вариант не прокатывает прокатывает только следующее решение когда мы используем ффд ффд бокс выделяем контрольные точки и меняем скейл при этом внешний скейл остается все тем же стопроцентным данный способ работает и хорошо прорабатывает вариант с процедурными картами то есть процедурные карты не меняют свой масштаб а начинает адекватно оценивать измененный масштаб модели помимо опции с нет не поможет там тоже идёт косяки помимо опции с ффд бокса можно использовать модификатор модификатор x-form также работая со скейлом гизмы в этом модификаторе все работает прекрасно и опять же процедурные все вещи адекватно воспринимаются воспринимаются как разобраться с со скейлом ну уже тут назвали в академ уже назвал то есть единственный вариант это использовать либо утилиту reset x-form но здесь тоже важен нюанс при отрицательном скейле reset x-form и последующая коллапс выворачивает нормали объекта то есть мы видим что объекты становятся темными то есть нормаль вывернутая поэтому чтобы не было разворота нормалей есть еще другой вариант это attach к дефолтному объекту со стопроцентным скейлом тогда все отлично происходит и нормали при этом не выворачиваются словить отрицательный скейл можно только в результате либо либо умышленно это сделать как делал отрицательный скейл у объекта и к этому отрицательному объекту приотачивал нужную модель для проведения стрима либо отрицательный скейл можно словить используя модификатор вернее инструмент мир именно он дает отрицательный скейл по оси z ну и соответственно если мы зеркалили по z он по z и будет давать отрицательный результат зеркалили по y будет отрицательная по y соответственно как бы и мы ловим этот глюк единственное средство reset x form либо attach к дефолтному объекту кросс платформенные форматы да то есть мы уже их упомянули но еще раз проговорим кросс платформенные форматы с ними не возникает никаких проблем когда корректно отработаны все вышеописанные пункты геометрия скалавшина до уровня мэша либо поле без каких-либо надстроек сверху со скейлом полный порядок пайват поинт в нуле у всех объектов то есть проговорили обязательно применяем утилиту reset x form после всех манипуляций с геометрией и когда мы уже закончили непосредственно работу с геометрией и решили приступить к шейдингу либо настройке анврапа развертка есть пбр шейдер настроен вернее шейдер настроен согласно как бы таких пбр пожеланий перед экспортом правильнее всего заменить шейдеры вашего движка на стандартные шейдеры это даст стопроцентную гарантию читабельности шейдинга в другом софте не надо на том же ддд у меня спрашивал один из знакомых как сделать так чтобы fbx открывался с виреевскими материалами да я не знаю насчет ну скорее всего это какие-то там внутренние проблемы 3d max так возвращаясь к fbx fbx может съесть нестандартные шейдеры но надо не забывать для чего мы вообще переносим в fbx мы его переносим чтобы нашу модель можно было открыть в стороннем софте и этот сторонний софт не обязательно должен поддерживать ваш долбаный вирей либо чертову корону сторонний софт обычно хорошо воспринимает кроссплатформенные форматы только при стандартном шейдинге и стандартный шейдинг если мы правильно все настроили то есть для каждого у нас слота одна текстура перевести в стандартные материалы не возникает никаких проблем эти же материалы без проблем открываются во всех программах когда я работал с польской компанией cg access и делал для них сборник почему у меня такой огромный опыт работы в принципе в стоковом направлении я прошел все круги ада разрабатывая этот сборник потому что нужно было конвертить в fbx в обж нужно было конвертить в mental ray нужно было конвертить в стандартные материалы и так далее то есть я все это прошел на собственной шкуре и могу со стопроцентной гарантией знать где я споткнусь при работе с экспортом либо подготовки модели продажи и как я уже говорил большая большая глупость проверять корректность конвертация открывая fbx или обж в том же самом софте в котором они делались я рекомендую для проверки использовать edit софт deep exploration данный софт выявит все проблемы связанные с геометрией и шейдерами хотя на этапе экспорта вам в принципе также и могут сообщить что у вас какие-то головники также впоследствии можно купить плагины есть целая серия плагинов которые конвертируют из 3d max сразу напрямую в маю в мода в cinema 4d также по-моему в блендер они выпустили выпустили плагин для поддержки блендера можете в поисковике кто не в курсе забить называться это типа max to my я должна быть примерно так и плагин они там ценник не помню я для себя купил плагин cinema 4d который конвертирует из 3d max непосредственно в cinema 4d когда модель настроена по всем вышеописанным позициям никаких проблем с экспортом не возникает причем из 3d max в cinema 4d конвертируется Vray to Vray также по-моему как и в маю но данные плаги не обязательны на первых порах можно с ними без них обойтись но привлекательность контента когда у вас уже будет готовое решение для май готовое решение для cinema 4d ваш контент будет в разы привлекательнее по поводу текстур крайне непрофессионально оставлять информацию в максовском файле о путях текстурам то есть shift если нажать никому не интересно в каких папках лежали ранее текстуры поэтому все текстуры должны быть стрип стрип пав это дает гарантию опять же чистоты нет там перевод идет Vray to циклис то есть сразу либо в дефолтный либо вот этот рендер движок циклис который для блендера есть или как он там называется правильно я не знаю вот чистим пути к текстурам во первых когда путь будет сетевой открытие модели сохраненный сетевой путь открытие модели будет долгим то есть 3d max будет пытаться найти не существующий в помине путь поэтому чистим пути к текстурам в максовской модели но важный момент когда вы работаете с конвертацией в fbx либо в obj пути все должны быть прописаны чтобы не возникло внутренних конфликтов пути нужно удалить только после того как сконвертировали в нужные нам дополнительные форматы и сохраняем 3d max модель соответственно по поводу сохранения вообще 3d max модели желательно сохранять как можно в более возможно более раннюю версию есть скрипты которые там но мы можем из семнадцатого какую там версию сохранить в четырнадцатую да соответственно вы можете поставить четырнадцатую версию из четырнадцатой сохранить там в одиннадцатую желательно понижать версию 3d max это опять же будет хорошим тоном далее крайне непрофессионально использовать кириллические имена в названии текстур это гарантирует проблемы в большинстве своем случаев особенно с сетью также крайне непрофессионально использовать цифры 1 2 3 в названии текстур опционально название текстуры должно быть кратким и отражать суть своего назначения в названии текстуры есть смысл вписать через тире следующее базовое имя для модели то есть стол стул человек комод диван на английском языке далее тире слот назначения текстуры diffuse glossy specular можно сокращать до четырех до пяти букв далее персональный код это может быть дата вашего рождения номер паспорта и так далее это даст уникальность имени чтобы не было точного совпадения с какой-нибудь другой версии текстуры и завершить все написание общепорядковый номер выпускаемой вами модели это позволит идентифицировать принадлежность данной текстуры если там что-то потеряется или собьется к модели потому что данный подход к назначению имен нужно и применять к самой модели только вместо слота названия текстуры вернее вместо слота назначения текстуры следует писать рендердвижок то есть там допустим стол вирей персональный код порядковый номер таким образом у вас будет четкая идентификация и клиенту до конечному пользователю будет очень удобно в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств восстановить многие позиции да то есть он будет знать что там допустим вместим текстуры он будет видеть какой-то там порядковый код то есть это либо это может быть никнейм ваш сокращенный и он будет уже ориентироваться ага это короче я покупал у того чувака модель вспомнил у меня там есть архив сейчас я распакую и восстановлю эту текстуру в первую в первую очередь создавая модель продавая модель готовя модель всегда должны представлять конечного пользователя кто у вас эту модель купит и как и насколько удобно этой моделью ему будет пользоваться так вопрос при сохранении в более старой версии макса тоже новые материалы надо переделывать в более простые если если вы изначально сделали как бы решение когда у вас к слоту подходит какая-то растровая текстура то есть растровая текстура для диффузки растровая текстура для спекуляра глоссе там пятое десятое то уже никакой переделки не нужно стандартный шейдер виреевский читается адекватно кроме того нюанса что ну опять же в академ ты размышляешь в рамках нелегального софта то есть если человек сидит на 2010 3д макси и он покупает твою модель за 300 долларов скажем так то наверняка у него стоит лицензионный виреев и это точно не народная версия поэтому здесь париться за это не надо надо сделать нормальный шейдер а какая версия виреев это уже не критично потому что по сути ваши модели покупают люди с адекватным восприятием действительности то есть они не будут если ты сидишь на вороновом софте ты не можешь себе позволить купить модель за 300 долларов ну бывают конечно исключения но все таки логика примерно такая а в завершение забыли про превью на турбосквиде очень сильно поэтому геморрой от пользователей я считаю что опытный покупатель опять же сужу по себе правда который не первый год в теме знает как определить качество модели по превью поэтому не надо вступать ни в какую там аферу с чекмейтами и прочим там светотатствами хреначить вращалки на 360 градусов выкладывать 150 картинок с рендером каждого болтика для принятия решения опытному покупателю достаточно увидеть рендер сетки рендер модели в белом шейдере возможно с амбиент окклюженом чтобы показать более четко объем рендер с чекером чтобы удостовериться в наличии хорошей развертки рендер самой развертки чтобы показать оверлап или отсутствие оверлапа ну и три четыре максимум пять бьюти пассов то есть пару общих планов пару средних планов и один клоузап чтобы показать уровень детализации и уровень шейдинга при такой детализации все в двух словах если так можно сказать за час сорок пять я рассказал достаточно много информации можете сейчас задать дополнительные вопросы если что-то не ясно помимо всего прочего приглашаю желающим пройти свой обучающий курс на тему вернее по теме вирей визуализация интерьеров и все детали вы можете узнать в паблике либо спросить у меня лично посредством переписки а сейчас жду вопросы имеет ли смысл делать ригинг модели если ты делаешь это хорошо то да имеет смысл это делать еще вопросы вообще хотелось бы получить какой-то фидбак вообще стрим понравился было интересно информативно не зря готовился а что вере вес корона вере вес корона но если опять же спасибо если говорить в контексте вообще в каком рендер движке выпускать то можно сказать что опять же да если грамотно подготовить шейдер это может быть либо корона либо вере то есть я уже сказал то есть пбр принципы они применимы ко всем рендер движкам если не опираться именно на какие-то там вещи специфические то есть специфичные только для рендер движка то можно выпускать в чем угодно но пока на самом деле V-Ray является стандартом VFX индустрии то есть V-Ray занял свои прочные позиции корона хороша исключительно в архвизе но VFX индустрия во всю пользуют V-Ray и поэтому лучше конечно выпускать базово и в короне и в V-Ray делая упор на V-Ray запись стрима будет на Гамрот запись будет коммерческая так спасибо спасибо за отзывы по экстерьеру курс не планируется по одной простой причине что экстерьер не мой конек и я не могу вам дать исключительные знания и передать исключительные свои знания по экстерьеру что касается мат файлов они сохранять их отдельно сохранять их отдельно нет смысла это вообще опять же трата времени если сохранить в раннюю версию 3ds Max то есть там 11-13 это вполне будет достаточно так есть ли смысл готовить каждую текстуру в субстанц спайнтере ну вопрос не совсем корректный я бы поставил его так если мы изначально сделаем модель в 3ds Max сделаем развертку в 3ds Max то в субстанц спайнтере мы можем подготовить шейдер и получить при этом опять же PBR шейдер поэтому да имеет смысл и уже при наличии развертки мы получим готовые решения для спекуляров для диффузки для металла и так далее V-Ray в Unity нет и не будет по одной простой причине что этого не допустит Unreal Engine в который V-Ray уже интегрировали поэтому ориентироваться если мы дружим с V-Ray ориентируемся на Unreal Engine так а запись стрима ждите ждите в скором времени на моей персональной страничке в GAM Road сейчас отвечу на вопрос Юрий тем да кстати вот GAM Road тоже хороший ресурс но у него такая интересная позиция то есть по сути это тоже сток в основном его используют как раз для продажи контента для продажи уроков обучающих и так далее но принципиальная позиция владельцев стока они не делают глобальный поиск то есть чтобы не было внутренней конкуренции чтобы никто не мог подсматривать друг за другом да спасибо DT Dream напомнил сейчас скажу про вторую часть стрима но GAM Road интересен тем если скажем ну пафосно будет да с моей стороны но все-таки будет интересен тем кто уже как бы сложился как специалист когда есть какое-то имя тогда можно продавать контент через такую площадку свой уникальный контент далее так вопрос про unity ответил никаких проблем с получением долларов из-за бугра не возникает все стоки работают с PayPal есть еще альтернативные варианты я отдельно про финансовые отношения с интернетами со стоками буду делать в третьей или в четвертой части стрима из серии мама я фрилансер который будет посвящен именно вопросам финансовых отношений и прочих таких вещей отвечая на вопрос DT Dream часть вторая стрима конечно же будет это будет продолжение истории про пассивный доход и это уже будет фотостоки 3D также могут зарабатывать на фотостоках этот стрим на этот стрим я буду приглашать опытного стокера моего друга когда-то еще моего ученика в далеком будущем который можно сказать так ну пафосно а в прошлом не в будущем в прошлом который сделал состояние на фотостоках и сейчас он последние лет 5 наверное если не больше никакого контента на фотостоке не заливал но по-прежнему получает дивиденды то есть вот как работает пассивный доход со стоками в целом сейчас у него там еще ряд уже таких офлайн бизнесов поэтому ждите следующий стрим когда он выйдет я не могу сказать либо через неделю либо через две недели стрим про фотостоки я приглашу александра юровского так его зовут и мы скорее всего в онлайн режиме поговорим так вопрос имеет ли смысл использовать материалы типа мдл сложно мне сказать эти материалы видят насколько я знаю только вирей да то есть это же nvidia материалы и их по-моему можно из сабстанция выкачивать или я что-то путаю но пока отвечают по поводу проги называется она deep exploration 6.3 всеядная программа позволяет просматривать практически все форматы включая даже хдр так ладно ответа про мдл я не слышу но опять же повторюсь нет смысла залазить в какие-то специфические шейдеры ограничьте свой аппетит стандартными решениями свойственными конкретному движку работаете в короне коронов короновский шейдер с текстурной картой на диффузке с текстурной картой если это необходимо в рефлекте и так далее работаете в v-ray работаете в arnold это специфичный формат и пока он не получил широкое как бы распространение во всей индустрии поэтому за него я что-то конкретное сказать не могу я пока наблюдаю все наверное или еще вопросы будут ну тогда давайте прощаться спасибо за сегодняшний стрим за вопросы надеюсь вы остались неразочарованными не разочарованными Вот так вот.